Это Адвент Календарь от Эссенс! Смотрите, как он прикольно выглядит. Это скраб для губ. Слушайте, ну кажется, ему нравится, он одобряет. Это я посижу да порадуюсь. Наверное, может быть... Синяки рисовать по глазам? Нет. Очень-очень-очень красиво выглядит. Настроение Рождество. Всем хаааай! И сегодня у нас с вами будет распаковка Адвент Календаря, который я ждала. Я вам честно скажу, вот вообще без какой-либо иронии. Я сейчас так уберу пульт, а то я с жопой своей на них села. Адвент Календаря, который я ждала больше всего. И не потому, что он самый дорогой, а как раз-таки наоборот, потому что он один из самых бюджетных. Это Адвент Календарь от Эссенс! Блин, этот Адвент Календарь, у меня нет слов, чтобы его описать, насколько он крутой. Я честно помню то, что в том году Адвент Календарь от Эссенс был вообще топовым самым. Кстати, смотрите, они здесь все очень хаотичны, поэтому нам придется достать это все и не по порядку. Интересно сделано. Короче, я помню, что в том году Адвент Календарь от Эссенс был самым лучшим. Он мне понравился больше всего. Интересно, как у нас будут описать дела в этом году, потому что даже сейчас видно, что здесь продукты, ну... Я не знаю, мне не хочется верить в то, что здесь будут маленькие продукты, учитывая, что в том году это был мой любимый Адвент Календарь. Надеюсь, что в этом ситуация будет не хуже. Смотрите, как он прикольно выглядит. Ребята, я не могу. Если этот Адвент Календарь будет лучше, чем Адвент Календарь от Революшн, который мне пока что в этом году больше понравился, я буду очень разочарована. Но Эссенс я все еще нежно люблю. Все еще не знаю, почему Эссенс со всех тех времен все еще не работает. Я считаю, это очень неправильно. Как вы считаете? Ладно, я думаю, что вы в ужасе и уже кринжуете, поэтому меньше кринжа, больше дел девочки, мальчики и не бинары. Адвент Календарь Эссенс прилетел снова ко мне из Германии. И давайте достанем самую первую ступеньку. Вот она. Я думаю, вы понимаете, почему выглядит это внушительно уже даже на данном этапе. Найдем здесь цифру 1. И цифра 1 находится достаточно легко. Прощайте мои ногти, но в принципе они мне служили целый месяц. Пора ей честь знать. Ну, слушайте, вот шутки-то не шутки, а кажется, в этом году Адвент Календарь Эссенс снова будет меня очень сильно радовать, потому что что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим здесь абсолютный полноразмерный продукт. Это у нас румяна с подсветкой, румяна-хайлайтер и еще пожелание. Давайте растопим наши сердца, а не снег. Потрясающе, на самом деле, звучит, несмотря на мой ироничный тон. Так, достаем продуктик. Кстати, что меня в том году в Эссенс календаре очень сильно порадовало, так это то, что у них были особые фирменные новогодние дизайны. То есть все то, что у них было, оно не продавалось. Можно было найти только в данном календаре именно в плане дизайна. И здесь, судя по всему, ситуация будет повторяться. Надо дать нас Эссенс. И что мы здесь видим с вами? Румяшки, но они не простые, а тут у них принц-звездочек. А здесь вот, типа, что это у нас? Ну, вот эти вот золотые рождественские венки. Это я сижу да порадуюсь. Сижу порадуюсь, поищу вторую цифру. Квест, конечно, очень интересный. Цифра номер два была здесь же, это предательство. Открываем. И я пока не вижу, потому что я смотрю в камеру, но я чуть не пойму, что это помада какая-то типа там. Да, это у нас помада с пожеланием... А, ну нет, я такое не буду вам озвучать, там про поцелуи. Вы еще пока маленькие. Даже все взрослые все еще маленькие. Ну, вот это, конечно, календарь минус. Так. Пахнет, як вкусно. Значит, здесь что у нас? Это... А-а-а! Это скраб для бок. Я-то подумала, блин, что это не скраб, а бальзам. Я хотела уже такая нанести, но хорошо, что я сначала решила прочитать на всякий случай. Выглядит он вот так вот. По объему, я думаю, вы понимаете, что его здесь очень много. И опять-таки рождественская упаковочка. Все очень-очень красиво. А запах очень-очень секси. Фокус! Фокус! Я здесь! А-а-а! Но вот цифры 3 здесь не будет, меня не проведешь. Я уже видела, что он где-то в другой коробке был. И здесь у нас, походу, монотенек, как я понимаю. Да, а нет. Опа! Мне кажется, я так продукт не хвалю, когда мне их платят. Ну вот коробки ставлю максимально дизлайк. Мне нужна помощь. Пластиковая вилка из доставки настала в то время, наконец-то. Так, значит, у нас здесь база по тени. Что сказать про базу по тени, кроме того, что, по-моему, это одна из самых полезных вещей, которые можно встретить в этом календаре. А Теса с базу по тени я не пробовала никогда по размеру, сколько у нас здесь вообще объем. 12 миллилитров. Чего? А может, в Германии какая-то другая таблица измерения? Но здесь написано 12 мэ. Типа, это из Германии пришел, но я не знаю. Короче, кто в курсе, напишите, потому что я релихозе. Если смотреть сбоку, достаточно очевидно, что продукта там гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, что они довольно-таки глубоко. Ну или это оптическая иллюзия. В любом случае, база по тени, ставлю лайк. А, извините, тут было снова пожелание, и оно звучит как? Так. Составка с Северного полюса. Ладно. Дэн, цифра 4. А, она была неподалеку. Кстати, видимо, это сделано удобно для тех, кто хочет сразу по две цифры в день открывать. Кот, не надо пить мой кофе, пожалуйста. Отходи. Так, ну а это я уже с вами видела в том году. Все, кажется, у нас тут непроданный товар. Непроданный товар положили в адуэнт календарь, потому что именно вот такие вот штуки. Я в том году доставала 100% из Дэнт календаря. Но, по-моему, они были немножко по-другому упакованы, сейчас не помню. Если вы найдете это видео, то вы можете сравнить. Вот так вот я вас забываю. Это тип наклейки на ногти, а это типа кот, которому не дали пить кофе. Он не понимает, почему стул здесь, когда он должен быть здесь. Стул там. Папа, Снегица, а можно узнать ваше мнение на тему наклейок, пожалуйста? Вас заинтересовало. Слушайте, ну кажется, ему нравится, он одобряет. Вам нужно? Доставка с Северного полюса. А, я поняла, в чем твоя проблема. Боже мой. Кайли Джанер, зачем ты заняла место кота? Ну, как не стыдно? И далее циферка 5. Дотаем. И здесь у нас... Ой, как красиво! Вау! Ай, как плохо достается. Здесь какой-то безумной просто красоты была помада. Ну и по цвету тоже. Но они чем пахнут? Глю Вайн. Кто знает, что его Глю Вайн, тот молодец. Помада с вкусом Глю Вайн, это просто потрясающе. О, в общем-то, разница в ярмарке. Тупо зацените, как красиво выглядит. Невозможно, эта упаковка черная с золотом. Боже мой. Абсолютно преклоняю колено перед этим брендом, который я вообще не понимаю, по какой причине. Решила так сильно запариваться для адвент-календаря, что ваш целые упаковки новые ввел. Но согласитесь, что это очень круто. Настроение Рождество. В целом все хорошо, пока не говно. И next номер 6. Скажите, он должен быть здесь что-то на большом. Ладно, ребят, кажется, перехвалила. Знаете, что здесь было? Давайте сначала поразочитаем пожелание. Понятно. Короче, здесь написано на английском языке Mirror, mirror on the wall, who's the nearest of them all. Ну, короче, это аналог нашей белоснежки, где вот этот светлый зеркальце скажи, да всю правду доложи. Вот это вот. А мы продолжаем распаковку. Я не знаю, что там должно быть зеркало, чтобы сменило гнев на милость. Ну, блин, ну красиво, красиво. Ну, полезно, бесполезно. А зачем? Зачем нужно было завариваться, шить под зеркало целый чехол? Мать его, чехол. Понимаете, зеркало с чехлом идет. Ну, для чего? Я железочку это поставили. Я не буду его использовать. Кто вообще будет это использовать? Кто это вообще в чехле будет носить? Зачем? Б, бесполезность. У нас, собственно, само зеркало под цветом дент-календаря. Оно, конечно, очень мило, оно очень матовое, и так вот делать его очень приятно. Но насколько мне его приятно держать, настолько же мне неприятно бы этого выбрасывать, потому что он, честно, не нужно. И никому из друзей это не нужно. Не подарить, не передарить его. Зачем лагировать все зеркала почти в каждую дент-календарь и таки-то будет. Хоть бы там зеркало на палке было бы, знаете, ну такое. Что там дальше? Номер синий, да? Ставлю на то, что там кисть. Кстати, какого числа у вас в день рождения? Есть тут те, кто родился с 7-го шла. Ваша цифра и... А, достаем. Я, кажется, была права, и судя по тому, что я прочитала, это щетка для бровей. И да, это щетка для бровей в кризис-мус-дизайне я повелась. Честно скажу, вещь, ну, достаточно полезная, хотя мне уже несколько таких выпадали в других адвент-календарях, но я все ее считаю, это очень мило, и очень здорово, что она реально в рождественском стиле. Это прям вот у нас искры, батл, чего-то там, что пузырится. Очень-очень-очень красиво выглядит, мне нравится. Ну, в целом, вы мое отношение к кистям Эссен знайте. Если не знаете, я люблю кистям Эссен, считаю это самое лучшее из супербюджетных кистей. Мне все еще дать не заплатили, а, в общем-то, могли бы. Дальше цифра 8. Я уже видела, что она находится здесь. Походу, будет снова помада. Это праймер. Ну, ребят, за ничего интересного, обычный праймер для ногтей, насколько помню, в том году тоже что-то такого плана было, но дизайн абсолютно другой, по крайней мере, на клип ногу налепили, а так, ну, праймер, что убнить-то. Кажется, с девятки нас ждет еще одна кисть. Не знаю, как и вы, но для меня лично кисти много не бывает никогда. А это не кисть. Знаете, что это? Тушь. Тушь это очень хорошо. Десяточка. И десятка это набор из двух мини-спонжей. Пожелание у нас. Bright eyes like Christmas lights. Ну, если попробовать перевести это на русский язык нормально, то это что-то вроде пусть твои глаза сияют, как рождественские огоньки. Два ми-спонжа. Один, значит, у нас здесь скошенный. Кстати, это прикольно, я не сразу этого заметила. Второй обычный яйцевидный. Номер 11. Очень интересное окошко. Такого окошка еще не было. Ага, и это, походу, у нас крем для рук. Понятно, типа, мечтай. Мечтательно и крем-кремся. Гном-гномся. Значит, у нас здесь, да, действительно увлажняющее, кстати, внезапно. Не крем для рук, а масочка для рук. Вот и запах! Куда пропал? Слушайте, на фоне всего остального, что пахло как-то великолепно, это едва уловимо пахнет вербеной. Лол. Откуда вообще помню, как пахнет вербеном? Ну, короче, пахнет вербеной. Но очень-очень-очень-очень-очень-очень лайтовано. Ничего не могу сказать. Пусть будет в сумке. Лишним не будет. Но кто вообще хочет пахнуть вербеной? Почему я помню, что пахнет вербеной? Что такое вообще вербеной? Я помню, как она выглядит. Это вообще помrint. Пахнет. Я ничего не понимаю, что только пофиг. Вот она, вербена. Внезапно окажется, что словом вербен не существует. Он должен быть в вербе или что-то типа того. 12, и это очевидная кисть. А это не кисть Опять меня развели Это у нас с вами каял Кстати, каял тем хорошее Здесь у нас с вами каял для глаз Черного цвета Цвет, ну, черный, настолько, насколько он может быть черным Проблем никаких у меня здесь сейчас не возникло Учитывая, что от этого еще зачем-то все Измазюкла крема, а теперь измазюкла Блин, карандаш Карандаш черный, каял Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один Раз, тринадцать Опа Вот этого точно не было в том году Знаете, что это? Вот с такого ракуса попробуйте угадать, что это Это для лица украшения И они максимально хайповые Я не знаю, насколько хорошо они будут держаться на лице Но мне очень нравится, что они, блин, прикольно выглядят И что здесь есть как побольше средства, так и поменьше Выглядят приятно Собственно, вот они, правда, один у меня вот этот улетел Но мне очень нравятся эти вот звездочки Смотрите, какие прикольные сны Нравятся вот эти вот луны И жемчуга Ну что ж Номер четырнадцать Пожалуйста, пусть здесь реально сейчас будет кисть Но скорее всего будет большая длинная кисть Потому что буквально нечто большое и длинное Угу Стоп, русский есть Так, написано растушевка Когда вот что-то там не так Стушуйся Ну, если плевать на русском, то полно tier Hate Мне выпало кисти от другого номера Это цифра 19 Ладно Ребят, раз уж это было 19 Будем считать, что это знак судьбы И одновременно возьмем И 14, и 19 цифру Давайте первым Ну, раз уж 19 Syndey Я выпала 1, это посмотрим 19 Кстати, значит, 19-й я не словила, спойлер, не знаю, что это за кисть будет. Ага, блин, да, я поняла, что это за кисть. Буквально из моих любимых кистей, именно по структуре, по своей. А нет, не такая, как мне нравится, это другая, это что-то новое. Такой кисти у меня от Essence еще не было. Она похожа на одну из моих любимых кистей, но моя любимая кисть, когда более плотно набита. И сразу открываем, соответственно, другую кисть, которая была под номером 14. О, нет. И это растушевочная кисть. Кисть растушевочная и кисть, которую я использую для того, чтобы нанести средства под брови. Давид, ты можешь пройти. Хочешь кисть затестировать? Конечно. А для чего кисти? Такие мягкие. Да ты мне скажешь, для чего кисти. Я знаю. Ну, это понятно, это для бровей. Ага. А вот я тебе не знаю, для чего. Наверное, может быть... Синяки рисовать по глазам? Да. Нет? Не совсем. А для чего? Это для растушевки, а это для нанесения средства, но также можно подтушевывать. Ну, это ты, конечно, загнул, да. Так, ты не нанесешь себе средства? Мне понравилось вот это вот. Ход, ты как я орать. Короче, кистика просто маленькая. Но, скорее всего, будет какая-то помада. А, нет, это еще один лак для ногтей. Кстати говоря, бежевого молочного цвета. Неожиданный выбор лака для ногтей на Новый год, на Рождество. Я бы, конечно, протестировала его, но... Ай, на спешится. Ну, блин, ну, что вы теперь не снимаете, если у нас черт? А, на черт. Ну, а тут пока что занято, не протестировать. Поэтому просто садимся на то, что он молочный. Давайте вместе найдем цифру 16. Нет, не надо, мне помощь не понадобилась, я ее нашла. Ааа, и здесь новая пилка. Точно, когда была пилка, она, по-моему, розовая была. Ну, на самом деле, скажу так. В тот раз мне эта пилка понравилась, по крайней мере, она мне показалась прикольной. Но когда я стала ей пользоваться, я поняла, что пилка просто полная хайпа. Поэтому, честно говоря, как бы эта фэнси-блестяшина, если я аж не выглядела, можно сделать здесь только одно. Выкинуть. Блин, она так нелала. Нет, нет, ладно, ну, агрессивно, красиво. Но, к сожалению, наверное, будет опять бесполезно, потому что она слишком мягкая, видите? Вот, да, вот в чем проблема. И ты едва докасаешься до своих ногтей, как пилка у тебя умирая. Так, моя любимая цифра. Нет, это издевательство. Знаете, как назвать средство, которое мне положили? Под номером 17. Джуси! Джуси, ё-моё, Джуси! Вот надо было на мою именно любимую цифру положить нечто словом Джуси. Я не буду бомбить на Липглосс, в конце концов, он не виноват, но... Джуси! Пуси! Туси! Липсихай Джуси. Говорю. На языке самки. Да, Пуси, Джуси и Инстасанку смешали. И Двитюбомб, и вот появился. Цвет, кстати, реально странный. Как будто вот он вот прям вот оттуда. Двит, это Балашовка, что там стиль, ты должен был посмеяться. Ну, хотя бы любрилический, скажи ха-ха. Видите, Двит смеется, смешные жутки. Так, номер 17. Он не должен быть лучше, чем 17. Да, он не лучше, потому что это запредельно странное. Резиночки две. Типа, в БТУ резинки лишними не бывают, но все еще непонятно, зачем. У ЭС нас уже нет резинок. Так, ну, резиночки давайте обзор быстрый. А цвет какой? Одна сиреневая, другая белорозовая. Они как будто бы сплетены между собой, и они могут использоваться для волос. Обзор закончен. Двадцать. Ну, вы знаете, если честно, я ожидала все-таки кто-то календаря больше. В тот раз было как-то поинтереснее. Но мы пока еще, скажем так, еще не вечер, но что-то вот как-то вот зачем. Мне это нужно уже третья сука для губ. Ладно, там, с первой я согласна. Она была прикольная. С помадой я абсолютно согласна. Да, добавить куси-джуси в целом была, наверное, хорошая идея. Но зачем еще один прозрачный абсолютно бальзам, который опять пахнет почему-то вербенной, я не знаю. Ну, такое, здесь мы могли бы быть что-то и поинтереснее положить. Хотя бы те же самые помады, которые у них меняют цвет, у них очень много в коллекции. Это, знаете, типа сначала синие, а потом бац, и она становится как-то розовая. Ну, вот и зачем мне эта прозрачка? Хочешь, ты забери? На, вот, подкрась свои губки. Психа, лепсиха. Двадцать один. Ладно, это хорошая вещь, если она кажется хорошей, потому что это тот самый мягкий керлер, который в погоде причине в России очень тяжело найти вообще у любого бренда. Но на который дикий бум в Азии. И практически, если будет смотреть любых альзарских блогеров, которые используют керлеры, они используют именно такие керлеры. Я сама целую кучу привозила их, показывала вам в распаковке, что с Японии, что с Кореи. Потому что буквально вот такой вот керлер гораздо-гораздо лучше, завевает ресницы и лучше их держит. Но дизайн странный. То есть, мне этот дизайн нравится больше, чем, конечно, раздельственное безумие. Но согласитесь, что выглядит просто странно в рамках вот этого вот всего. Как-то даже не золото. А где золото? А где богатство? Почему? Не понимаю. А у нас остается с вами последняя циферка на вот этом вот... Хочу сказать, на гробе? Ну нет. На вот коробке. Коробке. И здесь чего? Топ, что ли? Ну, здесь был топ для ваты. В принципе, это логично. Это имеет под собой смысл. У нас, типа, базовый цвет и топ. В принципе, все ок. Ну, как бы до этого не докопаешься, но... Не знаю. Как-то... Как-то просто, что ли. Или я зажралась. Номер 23. А, средства для мытья кистей. Ну, в целом, средства для мытья кистей, скажем так, лишним не бывает. Но зачем мне средства для мытья кистей? И оно, конечно, прикольно. И здорово, что оно даже на вот такой присосочке. Здорово, что им можно очистить кисти. И я бы пошла, наверное, чтобы здесь была какая-нибудь хотя бы мини-палетка тени. Или тот же хайлайтер. Ладно, вообще. Сейчас мы с вами поймем, в какой градации этот календарь все-таки ближе к классной или такой себе. Что в 24. А, ну, хайлайтер. Блаждаем. И, опять-таки, у нас этот вот хайлайтер под стиль румян, который у нас были в первом номере. Он блестючий, он золотючий и он в такой же красивой упаковочке со звездами. Что ж, такой получился адвент календарь в 21 году. Я не знаю, что сказать, честно. Я пойду, пожалуй, пересмотрю видео за 20 год и напишу уже в комментариях, что я думаю. Потому что я не помню, какой был там. Но мне кажется, что в том году был лучше. Или в том году все адвент календари остальные были говно настолько большое, что я, например, на такой состав считала, как офигенно классно. Люблю, делаю. Вот так вот выглядит сам по себе адвент календарь. Опа, еще одна кейс. Ну, обалденно. Это... Как раз мой глаз зачесался, сейчас почешу, почешу. Это, я думаю, бронзер. Это праймер для лица. Потому что он супер-супер-супер-супер-супер-супер-густой. Настолько достойно, что это сломало абсолютно нафиг весь мой мозг, и бы я не ожидала, что может быть такой адвент календарь.